Продолжается утро в Петербурге, но прямо сейчас мы покинем пределы нашего города, перенесемся в Саратов, где впервые в Саратовском академическом театре опера и балета предпоставлена опера петербургского композитора Андрея Петрова. Музыкальная феерия Петр I была написана еще в 70-х годах прошлого века и посвящена допетербургскому периоду правления императора. Над постановкой работали режиссер Павел Сорокин, художник Сергей Новиков, музыкальный руководитель и дирижер, народный артист России Юрий Кочнев, который в этот утренний час с нами на прямой связи как раз таки из Саратова. Юрий Леонидович, доброе утро! Доброе утро, рад вас приветствовать! Мы тоже. Вот буквально пару слов. Как встретили в Саратове премьеру оперы Петр I? Вот насколько нам известно, наш коренной петербуржец-земляк Андрей Петров в этом произведении не балует привычным мелодизмом. Вы знаете, я вам так скажу, что мы показали это произведение в общем-то в два этапа. Сначала в день рождения Петра I, 9 июня, мы показали половину оперы, пять фресок из десяти на площади Петра I. Это было очень интересно для публики. Около двух тысяч собралось зрителей, и они с большим энтузиазмом восприняли вот это первое знакомство с оперой Андрея Павловича Петрова. А вот 1 октября мы уже показали в театре полностью премьеру всего произведения. И надо сказать, что мы дали два спектакля подряд. Оба дня было очень много слушателей и зрителей, и они с энтузиазмом и с большим интересом восприняли эту премьеру. И надо сказать, что вся труппа трудилась, а это был очень большой труд, потому что опера достаточно сложная и в то же время очень интересная. Надо сказать, что Андрей Павлович известен широкому зрителю как автор многих песен, музыки, кинофильмов. Также есть замечательные балеты. И вот эта замечательная опера Петр I, которую, если ее сравнивать с другими операми наших выдающихся композиторов советского периода, я скажу, что это, безусловно, одно из наиболее талантливых произведений, который будет жить на оперной сцене, несомненно. Юрий Леонидович, а почему вы для постановки выбрали именно оперу Андрея Петрова? Потому что музыкальных произведений, которые царю посвящены, их, в общем-то, хватает. Ну, вы знаете, опер не так много, посвященных Петру I. Кстати, есть и зарубежные оперы. Но вот одна из опер наших русских композиторов, это именно опера Андрея Павловича. И надо сказать, что произведение это интересно тем, что, будучи очень сложным по музыкальному языку, она в то же время содержит такие, я бы сказал, шлягерные музыкальные номера, которые включаются к слушателям очень естественно и открыто. И опера сочетает в себе вот такой сложный современный язык интонационный, музыкальный, и в то же время очень привлекательные и доступные мелодические вещи. Поэтому я думаю, что жизнь этой оперы и на нашей сцене, и вообще на нашей российской сцене, она имеет очень хорошую перспективу. Юрий Иоаннович, да, вот как раз-таки о декорациях. Вот мощный образ постановки создает вот эта огромная голова Петра I, которую мы только сейчас видели, которая является собой единое целое, то она распадается на части. Вот кто придумал такой художественный прием, да, и что символизирует собой вот этот распад? Ну, вы знаете, что? Во-первых, значит, империя сама российская, она собиралась как бы Петром I, и поэтому вот оформление художника Сергея Новикова, оно позволяет вот эту голову преобразовывать все время в разных картинах, как бы в разные места действия. И в конце оперы все это собирается, и, собственно, облик Петра I, и образ вот какого-то превращения России в такую значимую державу мировую, оно как бы венчает всю оперу. Насколько мы понимаем, не так давно же, да, Саратовский театр оперы и балета вот именно в этом помещении, и, конечно, масштабная постановка очень впечатляет, по крайней мере, то, что мы видим. Какая судьба у этой оперы? Доберетесь, может быть, и до Северной столицы? Ну, вообще-то, вы знаете, это прекрасная мысль. Я буду продолжить. Дело в том, что она была прекрасно поставлена в 76-м году в Мариинском театре, в то время он назывался Кировским. Потом была превосходная постановка Свердловского театра, я сам ее видел. Андрей Павлович принимал участие в этой постановке. Вот, и теперь, через много лет, она прозвучала на сцене нашего театра. Поэтому, вы знаете, хорошее предложение. Надо мне переговорить обязательно с моим коллегой Гергиевым. Возможно, мы найдем возможность показать ее и в Петербург. Ну, оно пока неофициальное, да, но когда приедете в наш город, мы вас ждем в нашей студии в качестве гостя. Расскажите. Мы вас поздравляем, Юрий Леонидович. Выглядит все просто шикарно. Масштабно. Да, да, масштабно. И надеемся, что зрители с благодарностью примут эту премьеру. У нас на связи Юрий Леонидович Кочнев, дирижер-постановщик оперы Петр Первый, художественный руководитель, главный дирижер Саратовского академического театра оперы и балета. Народный артист России.